Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт». «Випарт» – клуб настоящих моделей. «Випарт» – клуб настоящих моделей. «Випарт». «Випарт». Расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Десс-лектори обсудили тему аварии на теплотрассе в Анапе в ночь на 9 января. Причины аварии были связаны с неправильной прокладкой трубопровода. Жильцам на время устранения аварии предложили помощь. Были оборудованы теплые помещения в двух школах, организовано горячее питание, подготовлены автобусы для доставки людей к социальным объектам. Опыт анапчан Александр Ткачев рекомендовал взять на заметку главам всех муниципальных образований края. Принято решение, в ближайшее время в Анапе приобретут специальное оборудование по обнаружению места аварий. В селе Субсехе, станица Анапская, в детсадах скоро откроют дополнительные модульные пристройки. На этой неделе с проверкой объекта посетила заместитель мэра Анапа Людмила Мурашова. Открытие дополнительных модулей запланировано на 19 января. 120 маленьких жителей села Субсех получат места в детском саду, а их маму возможность вернуться на работу. Кроме того, в детских садах созданы и дополнительные рабочие места для персонала. Модульные здания возведены менее чем за три месяца. Корпус построен по современным технологиям. Строители работали в три смены. И мечту субсехских родителей они приблизили за два с половиной месяца. В станице Анапской построено два модульных здания, каждая на 40 мест. Детский сад примут 80 малышей. Родители уже получили путевки, садик полностью укомплектован. Оба детских сада в 2015 году будут достраиваться дополнительно. На территории планируют двухэтажные здания еще на 80 мест. С новым пищеблоком, прачечным и административным помещением. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Торгую как хочу и чем хочу и плевать на законы. Такой принцип работы может дорого стоить. Разрешение на технические работы под особым контролем властей города-курорта. От предупреждения до исполнения. В Анапе демонтируют торговые киоски. Крещенское купание в ночь на 19 января в Анапе будет организовано в трех местах. И сейчас обо всем подробнее. Торгую как хочу и чем хочу. И плевать на законы. Этим принципом руководствуются собственники магазинов, где полки ломятся от левого алкоголя и продуктов сомнительного качества. Плановые проверки результата не дают. Накануне коммерсанты наводят нужный лоск. Но сегодня утром проверка нагрянула внезапно. И возглавил ее Маранапа Сергеев. Магазин «Магнум» на пересечении Новороссийской и Краснодарской. Недалеко вторая школа. На перемене можно забежать за пирожком, перекусить. Можно было бы. Да только опасно. Кулинарная продукция хранится здесь вне требований санитарей. Для нее не выделили даже прилавка. Видимо потому, что эти полки заняты левым алкоголем. Это смех над законом. Понимаете? Над людьми, над законом. Я не удивлюсь, если ребенок придет, десятилетний, вы ему вручите бутылку. Кто имеет лицензию, тот дорожит этой лицензией. Потому что ее могут отнять. Но лицензии здесь нет. А потому появление главы Анапы для продавцов сюрприз. Неприятный, правда. Все вопросы к собственнику магазина. Пытаются оправдаться. Но Сергеев согласен только отчасти. Я понимаю, что если вы будете вопросы задавать, то на вашем месте будет кто-то другой работать. А вы будете дома сидеть. Но вообще, вы же совершаете административное правонарушение, как минимум. Вы знаете об этом, нет? Ну, вообще, Денисей же отвечает. Мы хотели хозяин. Ну, вообще, вы же должны, как ваше дело? Вы же должны посмотреть. А если он вам наркотики принесет и скажет, положи вот здесь и продавайся. Так что, ваше объяснение не принимается. Не принял глава и объяснение руководителя управления торговлей и потребительского рынка. Допустили такое положение вещей. Несите ответственность. И подписал заявление на увольнение. Резонные вопросы мэр задал руководителю Роспотребнадзора Ларисе Медведевой. Вот спиртные, пожалуйста, полдесятого еще нет, да? Да, вообще нет. Без акцизов. Вот циталитет определяет. Вот товарное соседство. Вот, пожалуйста, продукция. Ни фига не плетет. Ни маркирует. Вообще, ничего. Сами посолите. Что хотят творят они? Ну, как будут. Отработаем Сергей Павлович, я вам через неделю доложу результаты. Даже невооруженным взглядом видно, что в магазине с законом не дружат. А уж от специалиста и вовсе ничего не скроешь. Уголок потребителя в недоступном для покупателей месте. Товар выставлен на полу. А скоропортящиеся продукты где придется? Хранение скоропортящихся продуктов. Наверху прилавка, что недопустимо, видимо, без соблюдения температурного режима. Вовнутрь почему-то половина поставлена в холодильную камеру, а половина выставлена так, что любой может... Который мы продаем ежедневно? А что у нас разные требования к ежедневному. Правильно, вы ежедневно и продаете два часа достаточно, чтобы из одной микроб был миллиард микробов. И ребенок отравился этими. Все это станет предметом дальнейшего разбирательства. Собственнику магазина придется заплатить за такое предпринимательство. Штрафы не маленькие, а 300 тысяч рублей. Дешевле оформить лицензию и вести легальную деятельность. Но увы, прибывшая на место оперативная группа описывает и изымает нелицензионный алкоголь. Ответ держать все так же приходится продавцам. Собственник торговой точки так и не появился. Разрешение на технические работы под особым контролем властей города-курорта. Предприниматели и строительные бригады предупреждены. После завершения работ по прокладке труб и коммуникаций, дорожное покрытие должно быть восстановлено качественно и максимально быстро. Позиция главы города Сергея Сергеева о разрытии на улицах курорта должны быть восстановлены. На жестком контроле все случаи разрытий, на которые были выданы разрешения. Чтобы на гостевых трассах Анапы все работы проводились в кратчайшие сроки. В декабре прошлого года первый заместитель мэра Светланы Яровая доложила о введении новых правил выдачи разрешений на разрытие. Отныне разрытие я предлагаю выдавать разрешение только при наличии договора на восстановление, но не того формального, который мы сегодня с утра обсуждали с Владимиром Ильичем. Не надо там три страницы. Достаточно одной, на которой будет написан конкретный срок восстановления, приложена смета, из которой мы видим, что именно будет восстановлено, то есть сумма и, соответственно, гарантийные обязательства. Разрытие на Симферопольском шоссе от заправки Лукоил до русла реки Анапка прокладывают инженерные сети для заказчика Министерства обороны. На Симферопольском шоссе ведется разрытие одной из самых крупных в городе Анапа. Оно проходит на въездной трассе. В связи с этим, конечно, мы стараемся делать это так, чтобы это было в максимально сжатые сроки проводилось и причиняло минимум неудобств для граждан. В Анапе постоянно ведется строительство новых объектов, возводят здания и жилые дома. К ним ведут коммуникации. Разрытия в городе неизбежны. Но чтобы они причиняли минимум неудобств анапчанам и передвижению транспорта, такие работы проводят всегда только в зимнее время. На Симферопольском шоссе восстановительные работы будут завершены в течение трех месяцев. До начала курортного сезона все полотно восстановят. Но не все подрядчики выполняют условия договора. Возникают нарушения по срокам сдачи и качества работ. У нас было на улице Ивана Голубца разрытие. Задержка была с разрытием и устранение было не совсем квалифицировано, сделано. Был провал после этого. Все устранено, опять же, все подсыпано, все сделано и заасфальтировано. Специалисты управления ЖКХ и муниципального контроля пристально следят за всеми разрытиями в городе, чтобы работа выполнялась без нарушений в минимальные сроки. В соответствии с требованиями администрации города-курорта. Курортный сезон давно закончился, а вместе с ним у большинства предпринимателей истек срок аренды земельного участка под временными торговыми точками. Но убирать павильоны, ролеты и ларьки собственники не спешат. Навести порядок глава Анапы поручил специалистам управления муниципального контроля. Если договоры аренды не продлены, коммерческие объекты демонтируют. Брошенные на зиму торговые павильоны – пустые, выцвевшие будки на газонах и тротуарах. Сергей Сергеев потребовал освободить город от жалкого подобия цивилизованной торговли. Если сегодня у предпринимателя истек договор аренды на землю, то завтра капитальный объект должен быть демонтирован. Посмотрели, земельщики сказали, все, в ноябре аренда закончилась. Убирайте, убирайте все. На клумбах быть ничего не должно. В районе санатория «Малая бухта» специалисты нашли торговый павильон и металлический каркас павильона. Срок аренды закончился 2 декабря прошлого года. Собственников предупредили об административной ответственности за установку коммерческих объектов на муниципальной территории без разрешительных документов. Владельцы сами демонтировали павильоны. Специалистами управления муниципального контроля в ходе мониторинга территорий города Крутанапы выявлены торговые павильоны с истекшим сроком аренды земельного участка. Данные павильоны демонтированы. Окончание договора аренды торговый павильон и оборудование должно быть убрано с этих мест. Специалистами управления будет продолжаться работа в этом направлении. Следующий объект для демонтажа – торговый павильон на углу улицы Черноморской и проспекта Революции. Срок аренды земельного участка истекает через несколько дней. И если владелец не продлит договор аренды, должен будет освободить муниципальную территорию. В противном случае будет возбуждено административное производство. А на заседании межведомственной комиссии рассмотрен вопрос о демонтаже. Та же участь постигнет торговый павильон на углу улиц Пушкина и Черноморской. Специалисты отдела по транспорту и связи продолжают мониторинг санитарного состояния и информационного обеспечения пассажирских автобусов. Заместитель главы города Владимир Забураев принял участие в проверке общественного транспорта в районе Южного рынка. В салоне пассажирского автобуса номер 121, следующего в хутор красный, пыльно и грязно. Да и внешний вид у него не лучше. Дождь был несколько дней назад, но водитель до сих пор не нашел времени заехать на мойку или самостоятельно вымыть автобус. Информация о перевозчике, которая должна быть во всех маршрутках, отсутствует. Как вас величать? Николай Алексеевич. А где написано? Написано, где Николай Алексеевич едет? Она оторвалась. Не знаю. А вот, оторвали. По поручению главы города Сергея Сергеева, контролирующие службы усилили работу по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок. По правилам, транспортное предприятие обязано выпускать на маршрут чистые автобусы. Перевозка пассажиров должна быть комфортной и безопасной. Анна Ерина часто ездит на 121 маршрутном автобусе. Проживает в хуторе Красном. Санитарным состоянием общественного транспорта пассажир недовольна. К выявленным нарушителям применяют административные меры. Руководство транспортных предприятий выписывает предписание. Город-курорт Анапа заслуживает, и жители его заслуживают лучшего отношения и обслуживания автомобилистами. Смотрите, автобусы. Зима уже, дождь последний был давным-давно, а автобусы до сих пор грязные. Автобусы должны быть чистые, для того, чтобы улыбка была у людей, когда они садятся. Специалисты отдела по транспорту и связи будут продолжать контрольные проверки санитарного состояния и информационного обеспечения маршрутных автобусов. 23 января стартует традиционный месячник патриотического воспитания молодежи, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. План мероприятия обсудили на совещании в штабе районного казачьего общества совместно со специалистами управления образования. Подробности в сюжете. Целый том занимают мероприятия, реализованные в прошлом году в Анапском районе в рамках месячника патриотического воспитания молодежи. Результат – первое место в крае. Работу общества памятными подарками отметила директор Анапского археологического музея Ирина Мельникова. Классные руководители казачьих классов, казаки-наставники, атаманы, представители боевого братства, руководители литературных обществ и музеев обсудили план мероприятий на этот год. Месячник стартует 23 января. Казачата будут участвовать в выставках, викторинах, конкурсе сочинений, соревнованиях по рукопашному бою. Митинги памяти, День истории культуры кубанского Донского казачества, конный переход из Уташа в Юровку, посещение музеев, уроки мужества – далеко не весь перечень интересных событий, в которых примут участие ребята и взрослые казаки в этом году. Главная цель Месячника – чтобы наши дети прониклись ответственностью за то место, где они родились, чтобы они ее любили и гордились этим местом. Родина. Это место называется Родина. Это дом, отцовский дом. Это свой хутор, это своя станица, это свой район, край и в целом государство. Главное событие предстоящего Месячника – поездка казачат в Республику Крым по местам воинской славы. Маршрут поездки – это город Анапа, город-герой Керчь с посещением каменоломни и памятника, который находится рядом с каменоломними. Далее мы следуем город-герой Севастополь. Кроме работы с подрастающим поколением, казаки соберут гуманитарную помощь для подшифных школ в Краснодоне и Суходольске и детям-инвалидам в Донецке. Крещенское купание в ночь на 19 января в Анапе будет организовано в трех местах – на центральном пляже, на пляже Малая Бухта и в станице Благовещенской. На каждом объекте будут дежурить спасатели и бригады медработников. О том, что надо знать перед и во время крещенского купания, чтобы не навредить здоровью, расскажем прямо сейчас. Для крещенских купаний будут оборудованы специальные места на центральном пляже, в высоком берегу и купель в станице Благовещенской. По традиции в ночь на 19 января верующие купаются и окунаются в проруби, в курортной Анапе, в море, на пляже. Температура воды в крещенскую ночь ожидается примерно 4 градуса. Чтобы согреться после холодной воды, желающим предложат горячий сладкий чай. Безопасность во время крещенских купаний обеспечат максимально. Будут дежурить специально оборудованные экипажи, спасатели будут находиться в гидрокостюмах, будут находиться спасательные средства, это и концы Александрова, и спасательные круги. Места будут обозначены, будет поставлено освещение, будут дежурить медицинские экипажи. В том числе будут находиться правоохранительные органы и казачество с целью недопущения хулиганских проявлений. Купание в крещенскую ночь исцеляет и укрепляет, верят христиане, и окунаются в холодную воду. Медработники предупреждают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие процедуры противопоказаны. Воду освещают в храмах. Святую целебную воду можно взять с собой без стресса для организма. Считается, что в крещенскую ночь освещается вся вода. К другим темам. В детско-художественной школе проходит выставка, посвященная уникальной природе государственного заповедника Утриш. Гобелены, графика и фото. Почти все жанры изобразительного и прикладного искусства представлены на экспозиции. Подробности материаля нашего корреспондента. Кажется, что волны с картины выплеснутся через край рамы и соленые брызги освежат лицо. Живые, насыщенные краски пейзажей отражают красоту живописных мест заповедника Утриш. К нам присоединилось очень много неравнодушных людей, у которых тоже были работы, посвященные нашему исповеднику. И к нам присоединилось порядка 20 студентов со своими фотоработами и еще 7 педагогов. То есть на самом деле здесь более 60 работ. Работы представили преподаватели и студенты университета имени Шолохова, профессиональные художники Анапы. В своих шедеврах художники стремились показать знакомое в незнакомом. Сегодня в выставочном зале художественной школы наши студенты и преподаватели на выставке представляют сразу несколько видов изобразительного искусства. Керамика, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, габеллен и фотографика. То есть наша цель разными художественными средствами показать красоту нашей земли. Студенты Виктории Ковалевской кропотливо и трепетно подошли к своим работам. Сама Виктория представила 5 своих картин. Я со своими студентами на зарисовках учила их композиции, компоновке, выбору натуры. Но в данном случае цель была можжевеловое дерево. Оно же очень дробное. Там маленькие веточки, ягодки, очень много. Их нужно было научить обобщать. На открытии выставки наградили лауреата Всероссийского конкурса детских рисунков «Мир заповедной природы». Профессионалы высоко оценили работу маленьких анапчан. Дипломами и подарками от заповедника «Утриш» наградили воспитанников детской художественной школы и Центра детского творчества. Кирилла Жолоба, Полину Мельникову и Светлану Токареву. Раиса Джумаева не пропускает ни одной выставки анапских художников. Я только смотрю, я любуюсь, я очень люблю «Утриш», и поэтому отслеживаю всегда. Когда бывают выставки, я всегда с удовольствием в Новороссийск приезжаю сюда, все выставки смотрю. А «Утриш» обожаю. Я уезжаю туда на субботу-воскресенье на 109-м автобусе, дабы посмотреть просто природу. И когда узнала, что здесь выставка, я прям с удовольствием пришла, посмотрела. Я говорю, насколько молодцы студенты и специалисты этого, очень впечатляет. Живописцы обнаружили даже редкое явление – гнездо Сапсана. Запечатлели на холсте, чтобы каждый смог увидеть это чудо. Выставка будет работать до конца января. Полюбоваться красотами природы «Утриша» можно бесплатно и взрослым, и детям. В детской художественной школе на улице Крымской. Интернет, как полное собрание информации, доступно в любое время и в любом месте. Самой большой и быстрой энциклопедии, Википедии, сегодня исполняется 14 лет. Мы узнали учащихся, где они берут информацию, готовясь к открытым урокам и конференциям. В библиотеке школы или на просторах интернета. Вряд ли можно представить современный интернет без Википедии. Незаменимая помощница ученика и студента отмечает свой день рождения. Познакомиться с именинницей поближе мы решили через самых главных пользователей интернета – школьников. Богдан Марштупа всю информацию ищет в интернете. Википедия – любимый помощник. Мгновенно находит необходимые материалы, в отличие от обычной книги, где статью нужно еще хорошенько поискать. Времени на это не хватает, признается ученик. Освободившееся время Богдан посвящает спорту. В наше время неудобно после занятий, после тренировок или каких-либо других секций идти в библиотеку и проводить там несколько часов и искать нужную тебе информацию. И поэтому приходится пользоваться интернет-ресурсами информационными, такими как Википедия. Про родителям Википедии принято считать Нюпедию. Там статьи писали ученые и академики. Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 14 лет назад открыли сайт Википедия. С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии может любой пользователь интернета. Я беру информацию из интернета чаще всего, но это удобнее и самое быстрое. Википедия активно входит в нашу жизнь, вытесняя многие вещи, в том числе и книги. Школьники, предпочитающие готовиться к учебе по книгам, встречаются все реже. Но мы все-таки заглянули в библиотеку. Полина ученица 9 класса, готовится к занятиям. Интернетом девушка пользуется крайне редко. Много времени проводит в библиотеке. Признается, когда перелистываешь и смотришь на страницы, в памяти остается не только секс, но и образы, рождающиеся в воображении. В библиотеке своя атмосфера. И когда вообще заходишь в библиотеку, какой-то запах определенных, вот этих книг новых. Когда листаешь страницы, читаешь книгу, информация лучше запоминается. И вообще это намного приятнее, чем в интернете какие-то электронные устройства. И расширяется кругозор, информация лучше запоминается. Википедия на сегодняшний день входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира. Когда-то в фильме «Москва слезам не верит» телевидение угрожало вытеснить все другие источники информации. Сегодня эту роль отводят сети интернет. Но жизнь показывает традиции российского образования сильнее времени. И наряду с новейшими технологиями, книги, энциклопедии и справочники все так же пользуются спросом у современных школьников. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды. Платья вечерние на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа» в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа» – торгово-развлекательный центр «Алиса», 1 этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Алиса» – клуб «Wipeout»» Редактор субтитров А.Семкин